по середине 80-х. Разные жанры, разные техники, разное настроение, но чувствуется, каждый из художников по-своему любит Москву. Влюбитесь в неё и вы, если посмотрите уникальную экспозицию. Кстати, уже вторую в этом году в рамках сотрудничества с музеями столицы. Когда центральные московские музеи приезжают к нам и показывают свои фонды, мне кажется, это событие для жизни республики Хакасия. У нас одно музейное сообщество, и когда вот это музейное сообщество объединено и консолидировано, тогда получаются такие замечательные выставочные проекты. Выставка «Время, меняющее город» месяц будет демонстрироваться в Хакасии, а потом вернётся в столицу, куда наш хакасский-краевический тоже повезёт экспозицию художественных работ. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». Кстати, открытие выставки было приурочено к открытию козласовских чтений, третьих по счёту, мероприятие краевическое и межрегиональное. Участие в них приняли более 70 человек. Исследователи и сотрудники музеев Хакасии, Красноярского края, Чукотки, Таймыра собрались, чтобы обсудить проблемы сохранения и пропаганды историко-культурного наследия. Цель – поделиться новым материалом, собранным о значимых в регионах людях науки, культуры, в их числе и Леонид Козласов, юбилей которого Хакасия будет отмечать в следующем году. Отметил выдающийся вклад хакасского учёного, этнографа, историка и совет старейшин хакасского народа, наградив первым орденом Аллыпа. Орден Аллыпа – это орден личности, выдающейся личности, такого героя, национального героя, который совершил выдающиеся дела. Таких людей у нас немного, наверное, и так этот орден будет не столь часто применяться, потому что для этого действительно нужно здорово поработать. А Леонид Романович, он действительно та личность, которая для Хакасии сделала, но самое главное – восстановил историю. Трасса М-54 – одна из важнейших транспортных артерий Сибири. В начале этой осени на самом опасном отрезке в Красноярском крае введена в эксплуатацию противоловинная галерея. Ее длина – 1340 метров. Это абсолютный рекорд протяженности аналогичных сооружений в России. Среди специалистов, работавших на этом объекте, и сотрудники ООО «Дороги Сибири». В их задачи входила укладка дорожного полотна. К качеству работ здесь особые требования. Неудивительно, что именно этой компании были доверены работой на столь важном объекте. Предприятие имеет почти полувековую историю и давно зарекомендовало себя как надежный подрядчик. Оно строит, ремонтирует и содержит дорожные объекты по всей трассе Енисей. Сегодня здесь трудится около 400 человек. Уважаемые работники «Дорог Сибири», разрешите мне поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам всем крепкого здоровья, стабильной зарплаты, благополучия в ваших семьях, ну а коллективу, конечно, побольше работы. С праздником вас, дорогие друзья! У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Вести.дефисхакасия.рф Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok